В начале экскурсия по поселку. За последнее время он преобразился. Оборудованы детские игровые места, причем не только в центре населенного пункта. Установлены контейнерные площадки, улицы ухожены, рядом с магазинами клумбы. Заборы и дома оформлены в едином архитектурном стиле. Но вот дороги разрыты, прокладывают трубы для газификации. Грандиозная работа проведена в рамках подготовки к Олимпийским играм. Сочинцы, да и все жители населенных пунктов сделали очень огромную работу, огромную повторю. Но все должны понять, огромную, но все по-разному. Это приведение к архитектурному облику города. То надо отдать должное, что это делали сами частники. И по-другому делать было невозможно. Таисия Ковалевская одна из тех, кто никогда не пропускает подобные сходы. Представитель народа, так называют ее односельчане. Проблемы жителей, а также просьбы к властям озвучивает именно она. Не забывает поблагодарить и за то, что уже сделано. Конечно, работа большая была произведена благодаря, конечно, мэру города. Потому что вот такого человека энергичного у нас давно такого не было. В принципе, мы рады, конечно, что он у нас был и есть. Надеемся, что и дальше будет работать. На этот раз вместе с главами города и района обсуждали важные для сельчан проблемы. Например, на каких пастбищах выгуливать скот, почему общественный транспорт ходит нерегулярно и когда приведут в порядок автодороги. За счет налогоплательщиков всей России, всей России, подчеркиваю, сделано на территории города Сочи немало. Вы можете сказать, не дошли до сельского населенного пункта, до одного или второго села. Но мы с вами полностью понимаем, что создана сумасшедшая база для развития города Сочи. И в том числе в плане обеспечения жилищно-коммунальными условиями. Были вопросы и у власти к жителям округа. Сельчане неохотно платят налоги. Задолжали казне круглую сумму. Более пяти миллионов только по земельному налогу. И это несмотря на то, что часть населения пенсионеры и вовсе освобождены от госвзносов. Сочи, кстати, единственный город в России, где нетрудоспособные граждане не платят земельный налог. Глава города напомнил, что именно из налоговых отчислений идут средства на благоустройство и строительство социальных объектов. В том числе и на нужды самих сельчан. Поселок нужно обеспечить водой. Необходимо прокладывать сети, наладить стабильное энергоснабжение. Новые трансформаторные подстанции уже построены. Осталось заменить старые кабели. Анатолий Пахомов также сообщил, Горгаз обязался в сжатые сроки завершить прокладку труб. Голубое топливо появится в домах сельчан уже в октябре. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.